Вы допускаете, что нынешняя информационная война, как мне представляется, достаточно жесткая и интенсивная, может перейти в войну горячую? То есть в третью мировую в полном объеме. Вообще я люблю фантастику. Вся фантастика глобальна всегда заканчивается. Либо прилетели пришельцы, либо Станислав Лем перед смертью спрогнозировал, что все равно будет ядерный взрыв. Есть ряд политических прогнозов. Я думаю, что с технической точки зрения, именно с организационной, это невозможная история. Никто не нажмет на кнопку. Но гораздо вероятнее технические ошибки. Вот это проблема с ростом прогресса, конечно же. Мы сейчас одной кнопкой, гипотетически, можем стереть всю банковскую систему России. Правда, наш центральный банк много для этого и так делает. Без кнопки. Но если мы сейчас базу данных сотрем, вдруг выяснится, что мы и так уже зависимы технологически очень сильно. И я не уверен, что армия армии, локальные конфликты локальными конфликтами, но я не думаю, что именно в сознательном плане. То есть ЧП разное, возможно, тут уже зависит от системы предохранения. То есть насколько вы, может быть, там нам поможет блокчейн, который обеспечит безопасность, не знаю точно. Но мне кажется, что при наличии именно здравого смысла никто даже не думает об этом. Ну вот мы убираем, правда, варианты Северной Кореи, потому что там не очень понятно, кто о чем думает. Я не представляю себе, о чем там думает Северная Корея. Они, как бы, прошли путь еще плюс 30 лет к нашему пути. Вот мы его прекратили, там, в 85-м, да, они еще сколько лет идут туда. Поэтому очень сложно представить их мысли. Но в целом я не думаю, что хоть кто-то в здравом меме готов перевести информационную войну в войну. Ну, а если мы будем говорить про войну как про бизнес, это же деньги, то есть кто-то же может заработать. А сейчас другие истории, сейчас совершенно не нужно никого разрушать. Завоюют мозги. Знаете, давайте так по-другому скажем. Давайте по-другому скажем. Она идет уже. На самом деле, возможно, она более... Ну, в каждой войне всегда существуют традиции свои, да? То есть, ну, когда-то, вот, в 19-м веке надо было завоевывать территорию. Сейчас не надо завоевывать территорию. Вообще, уже сейчас, можно сказать, вот Китай спас все, он построил границу, да? Америка, мы говорим виртуальную войну. Она, вот знаете, как война за Антарктиду была. Кто, как, ее никто не осваивает, да? Или Луну поделили, да? Вот сейчас в виртуальном пространстве доминирует полностью Америка. Они в целом выиграли, они заняли всю территорию, они работают на нашей территории, на территории любой страны без разрешения, без каких-то согласований, да? Оказывают услуги, едят, они дают чужих коров. Свою, кстати, не разрешают даете. Я сейчас, ну, это я, знаете, как вот с точки зрения права, да? И многие страны, кто-то жестче, кто-то менее жестко пытаются, как бы, знаете, все-таки свой загончик очертить. Сказать, что коллеги, это моя территория, в конце концов, там же есть таможенная пошлина, да? Там же есть какой-то вопрос безопасности. Вот китайцы оградили территорию жестко. Как оградила Северная Корея и Куба, даже не будем рассказывать, но виртуальное пространство, они его прям даже, они его просто сжали, да? И в этом смысле война, конечно же, идет. Война идет информационная, она за мозги. Наверное, это сейчас самый ценный ресурс, но это даже видно по котировкам на бирже. Но если вот в эту плоскость уйти, то воюют всегда за тот ресурс, который самый дорогой. Сейчас это не золото, сейчас это не нефть, сейчас это не газ, сейчас это мозги. Редактор субтитров А.Семкин